ну что же здравствуйте мои маленькие любители гальванизма не удивляйтесь но это снова я моим и виктор кто знает кто не знает очень длительное время я отсутствовал скажем так был в отъезде но сейчас вернулся потихоньку вхожу в ритм в норму и начал я с того что закончил вторую часть коллекции корейский стиль так называемый которая в том числе будет отправлена нашим индонезийским партнером здесь уже более скажем так экзотические работы это конечно же серьги и кольца ну и даже колье вот значит ну что тут говорить во первых хочется немножко показать опять же каждую работу сама по себе принципе они особо не отличаются от предыдущей части корейского стиля но здесь немножко уже я позволил себе поэкспериментировать ну и так скажем отдаться полностью чувствую так сказать вложить сюда еще и душу а не только какие-то предложения допустим или по желанию ну начнем по порядку то есть естественно здесь уже применялась та самая гортензия которую я покупал живым растением она уже отсвела большая часть цветов пошла в работы вот значит цветы у нее очень крупные очень интересные мне очень нравится как видно работа получается очень легенькие не тяжелые буквально несколько грамм здесь у нас идет декоративное никелирование и радирование радирование скажу откровенно но так скажем частично в том плане что может быть микрон чик нанесен но это это просто для безопасности потому что зная что многие на западе боятся никеля как огня тем не менее я обработал никель родием и сверху уже декорировал поверхность как раз таки вот поталью это уже такая наша фишка которая довольно таки хорошо прижилась и здесь в данном случае мне кажется смотрится вполне выигрышно похоже и на по золоту и на какой-то опять же декоративную фишечку но смотрится прекрасно вот не знаю четко видно не четко попробую приблизить не хочет почему-то камера фокусироваться здесь вот в общем то вот такие получаются серьги серьги на цепочках все как в индонезии любят вот такие вот простенькие с одной стороны гвоздики из скелетонов из скелетированных листьев это в принципе часть одного цельного листа была разделена и они были покрыты интересной патиной по серебру то есть она в крапинку не знаю камера передает не передает но смотрится тоже очень интересно сохранилась фактура и цвет то есть видно что эта часть одного целого но разделена на серьги дальше вот такой вот интересный проектик здесь тоже на базе memory проволока у нас но она покрыта металлом гальваническим точно так же используется натуральный жемчуг также цветы гортензии и декорирована золотой пудрой швензы извиняюсь подвижные ну и в то же время серьги будут более подвижные скажем так на теле за счет вот этих швен швензы это новенькие мы еще не пробовали они очень гибкие пластичные это не memory проволока это просто какая-то мягкая проволока покрытая серебром но и можно придавать любую форму в разумных пределах естественно то есть вот далее далее ну естественно грех не показать кольцо индонезийцам очень она понравилась я в принципе делал его скажем так для наших это уже опять же каланхоя который я приобретал недавно каланхоя с жемчугом жемчуг повторюсь натуральный и здесь листик какого-то неизвестного растения мне кажется даже был физзалис шинка вот такая вот интересно давно я уже их хочу вводить скажем так в дело именно в работы потому что она очень 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 шикарно сидит на любом форме пальца и любой стороной что характерно вот это мне тоже лично мне очень нравится то есть можно на любой палец и любой стороны носить это всегда будет удобно так значит что у нас дальше вот это довольно таки сложная оказалась интересная работа здесь на двумя руками придется воспользоваться потому что очень подвижные части это двусоставные серьги здесь был целый букет вот это вот целые букеты полевых цветов были собраны покрыты первичной медью и слегка просто сейчас пойдет уже более четкая запись значит и пара слов об этих серьгах это полевые цветы были собраны в букетике и в таком формате замедлены то есть покрыты первичной медью далее слегка подсушены и соответственно вот использованы как композиция не только на основе серик но и на швензы гвоздиках то есть процессе скажем так пустые пустые ячейки вот этих вот полевых самых цветов были заполнены декоративной каменной крошкой граната и кое-где даже попадается хром диапсид зеленого цвета на солнце играют шикарно тем более здесь серебро опять же патина очень интересно смотрится и самое главное очень легкие серьги вот даже видно хром диапсиды гранат ну тоже такой проект альфа решил попробовать именно вот по своему вкусу предложить индонезийцам вот такие вот работы далее здесь у нас опять же гортензии очень красиво все-таки гортензия нравится мне прям безумно то есть гортензия она на основе которую вот свое время я придумал и использую уже не первый год вот эти вот основы на которых сам цветок держится здесь даже были добавлены жемчужины по одной бусинке мне кажется очень шикарно смотрится серьги очень подвижные не тяжелые серединка декорирована золотой пудрой основа покрыта гальваническим декоративным блестящим никелем и слегка радирована здесь было карандашное радирование но опять же говорю это только для безопасности для очистки совести скажем так потому что как повторюсь запад боится никеля не знаю почему аллергиков на него фактически нету на тысячи человек может быть десяток наберется но тем не менее дальше вот такой вот вариант это идет основа и по три листика сирени покрыто все серебром и декорирована патиной вот такой вот крапчатый тоже здесь позволил себе немножко поэкспериментировать стало интересно как это и что это очень легкие и конечно же прочные далее вот тоже очень интересные серьги тоже такая скажем сборная композиционная работа момент опять же вот это вот основа которую я применяю не первый год цветки сирени по жемчужинке добавлено и букет полевых цветов декорированный крошкой граната и хромдиопсида это тоже фишечка от мастерской скала лично я и придумал свое время благодаря моему наставнику по камнерезному делу который вот именно занимается каменной крошкой вот я вдохновился и начал запускать это все в украшении тоже очень шикарно как по мне смотрится серьги очень подвижный на длинных цепочках вот в общем то это касательно вот серик и колец ну хочется немножко похвастаться может быть не по теме это вот например черемуха технически сложная работа поскольку замеднить букет черемухи не каждому дано единицы мастеров могут это сделать но вот мне тоже удалось это серебро патина и вот такая крапчатая декоративная составляющая обратная сторона ну то есть никаких добавок не было целиком был покрыт скажем так букетик черемухи причем прошу замечать в отличие от других мастеров у кого есть возможность работать с мета хромом кто уже занимался вот именно черемуха и так далее у меня пока такой возможности нет поэтому я работаю исключительно ручную только проводящие покрытие что было сделано здесь это гораздо сложнее гораздо расходнее материально но дело того стоит по крайней мере вот вам я говорю что это полностью ручная работа это не мета хром где процесс вот этого так называемого хромирования хотя это по факту черепления очень сильно облегчает вот это вот покрытие гальваническое такие вот сложные вещи она очень сильно облегчает и конечно по себестоимости может быть ниже но в моем случае здесь все полностью ручная работа ручное покрытие пока у меня мета хрома нет заработаю куплю буду также покрывать все и вся вот значится ну что еще показать корейский стиль в общем то закончен я думаю они будут довольны потому что вот эта часть мне прямо нравится она очень роскошно смотрится я думаю вы со мной согласитесь сравнимо даже с первой частью скажем так ну дальше еще немного работ так это еще не готова так и не придумал что сюда подвесить ленту цепочку шнурок вот пишите в комментариях то что посоветует потому что важно мнение именно женской части что они скажут очень сложная композиционная работа здесь тоже полевые цветы а я забыл как она называется растет у меня в рабочей грядке мастерской скала но здесь она декорирована розовым кварцем голтовочкой здесь сидит кузнечик самый такой главный ингредиент и с собой стороны даже с обратки тоже декорирована розовым кварчиком в общем интересная работа далее все тут эксперименты вот такая брошечка получилось не вспомню как называется этот цветок у меня сложное такое название на нем сидит пчела ну и вот здесь немножко поэкспериментировал с патинами с покрытиями и даже вот такие вот капельки сделал как будто бы это утро как будто бы это роса это у нас брошь может быть даже разыграем ее посмотрим на вашу активность может даже будет какой-то розыгрыш мне в принципе никогда не жалко вот дальше интересная очень работа для меня во всяком случае я ее хотел сделать ох как долго это вообще к осени работа относится я бы ее отнес скажем так это одуванчик который уносится ветром последние тычинки свои и на нем так сказать засыпает старик коза это брошь игла естественно из memory проволоки наша вот фишечка заглушки вот такие вот из природных материалов включительно надоели фабричные здесь можно самому сделать и опять же отдаться именно творчеству как по мне смотрится гораздо интереснее как будто бы вот целая композиция такая брошь очень легенькая и прочная дальше серьги из соцветий лилии нераскрытых вот такие вот серички тоже крапчатая патина по серебру это все у нас остается для наших аудитории а естественно не забывая про заказы про заявки потому что несмотря на обилие работы на мой отъезд тем не менее вот такой вот браслет был заказан крапчатая тоже патина серебро натуральная веточка березы также была покрыта декоративным слоем гальванических металлов думаю клиент будет доволен как всегда вот значится ну и колье колье из агата для него наверное сделаем отдельный ролик это очень очень долгая сложная работа вот значится мы уже делали два раза подобное колье вот в общем то сейчас сделалось третий раз он как видно декорирован маленькими листиками клёна но естественно это не настоящие листья но тем не менее очень интересно смотрится декоративное латунирование патина воскование восковая защита колье конечно же не на каждый день это именно на повод на случай и так далее вот здесь у нас бразильский агат очень сложный камень в распиловке как по мне даже тяжелее пилиться чем яшва поэтому я с ним как и в общем то в нашей традиции особо не заморачивался распилил обработал приполировал и задекорировал металлическим слоем в общем то вот так вот но это мы увидим следующем ролике что касается колье от этого готова и так далее ну вот в общем то все что хотелось показать рассказать вот она все здесь вы сами все видите это нами дни отправляется в индонезию но куда все нормально будет дойдет а это отправляется мастерскую скала следите за новостями подписывайтесь ставьте лайки сейчас говорят в контакте появились новые эмоции в контакте сейчас занимается извиняюсь вот меня уже индонезийцы вызывают контакте сейчас контактом занимается группой моя супруга нелли поэтому девушкам будет проще обратиться девушке как я думаю я на пару сейчас в инстаграме потому что я сейчас много провожу времени в мастерской работаю там и мне проще именно в инстаграме показывать то чем я занимаюсь данный момент вот в общем то пока как то так поэтому изменяюсь надо ответить партнером всем пока ставьте лайки подписывайтесь и будьте собой со скалой не болейте удачи пока пока